йо-ху всем тяп-сяп с вами инсга на мы продолжаем завершать наш собственно того city skyline city skyline с прошлой серии прошло несколько лет внутриигровых не внутриигровых прошло не так много времени собственно что у нас здесь у нас здесь здесь вот город здесь вот у нас промышленные районы здесь тоже был промышленный район я его поменял на коммерцию потому что требовалось коммерции вот промышленность вообще ничего не надо прошлой серии мы включили политику где она вот она промышленность 40 которая говорит нам о том что выпуск продукции увеличивается и непосредственно все становится хорошо кроме того что люди без образования на хрен уже никому не нужны на заводах и соответственно им от этого становится немножечко грустно поэтому поэтому что поэтому куча производства закрылась на сейчас они уже все перестроились практически вот они а вот они вот они вот они вот они и в принципе работают в принципе все нормально но теперь другая проблема народ мрет народ умрет соответственно дома покидает при этом у нас здоровье смотри у нас здоровье 70 процентов хрен узнает еще надо больше что ли или что им надо сделать непонятно но такие волны происходят по 100 я на детская больница центр по входу за пожилых надо типа за ним больше ухаживать как-то как-то что-то может быть с этим связано как много места занимает ты посмотри ну давай допустим здесь вот допустим вот так вот куда тебя отсюда он давай вставай место уже занят место занято уже а кем а кем-то занята здесь тоже на занята по идее на это дома вот здесь мы все равно все померли ну давай центров по уходу за пожилыми пихнем наверное не знаю парочку что ли вот здесь вот тоже будет в этом нашем таком знаешь райончике курортном здесь здесь нельзя наладить можно и этим и так хорошо хотя у них можно вот сюда их так больница 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 у нас на самом деле он смотри поликлиник-то дожопа я не понимаю почему они не очень что ли справляются или что тут происходит тоже давай пихнем их немножко под напихаем под натыкаем хотя не очень я понимаю опять же какой от них смысл потому что что-то они по моему не очень работают как-то так прямо скажем вроде бы ты что-то бы они уже и делают а вроде бы она как-то не сильно помогает вот поэтому с волнами этими непонятно мне кажется это просто заложено как то игрой либо я просто не знаю как это победить в любом случае сейчас смотри у нас населением плюс 224 до этого был минус причем большой и так второй раз то есть сейчас было сто две тысячи условно какое-то время назад да потом начался минус потом они начали болеть соответственно куча домов с не вывезенными покойниками и куча домов заброшенных от этого вот это кстати надо тоже открыть со свалками довольно такая себе не то что ситуация неприятная свалки кладбища не забиваются их надо периодически еще очищать освобождать и об этом надо не забывать но никакой напоминалки особо нет поэтому тоже непонятно как как с этим быть вот свалка сто процентов заполненность давай давай освобождай давай вывози давай все более-менее у нас здесь нормально вот в общем было сто две тысячи денег стало до хрена и в принципе мы уже почти все попробовали в этой игре до остались у нас только монументы и и и пора уже с не заканчивать вот я что хочу сказать но есть еще пара таких интересных моментов которые опять же хотелось бы попробовать во первых пока вас не было я тут развлекался немножко поставил вторую железнодорожную станцию товарный терминал один мы перенесли вместе по моему с вами вот он туда ходит кстати бешеная куча фур с пробками проблема есть но что с ними делать ни хрена не понятно ни хрена не понятно вот они стоят может быть из-за этого кстати при болезни там не знаю не могут скорые доехать или еще кто-то доехать видишь болеют помирают народа нет соответственно не хватает работяг не хватает ни хрена ничего вот здесь вот отдельно сделал прям второй железнодорожный терминал лишь даже здесь пробка докуда вот она стоит тут что-то вроде едет эти что ли съезжаются или все вместе или непонятно вот здесь тоже пробка на въезде должна быть на район на дам наш промышленный район вон они фуры едут соответственно пробка образует чё с этим делать ни хрена не понятно здесь смотри он тоже пробняк не соответственно развязочка в тоннельчике такая своеобразная и вот так вот это все выглядит порт я тоже перенес порт был вот здесь вот он ну как он и сейчас есть вот он стоит здесь хранительная пробка и на выезд светофоры очень проблемы ни хрена с этим не сделать чтобы этой пробки избежать так сказать вот здесь вот у нас теперь порт вот они кораблики ходят и порты насколько я понял очень важны и потому что потому что импорт и экспорт товаров у нас происходит происходит довольно довольно в большом объеме видишь туда тоже постоянно машины шлендует опять же здесь тоже развязка сюда заехать сюда выехать вот здесь вот подальше сделал разворот сначала сделал прям вот здесь его можно построить физически но пробка прямо образуется то есть они выезжают сразу перестраивается и на разворот стоят соответственно здесь rabka нихрена никто не едет если его перенести подальше то принципе нормально рассасывается дальше что еще у нас из интересного здесь да наверное такого то больше ничего или было чего-то и что-то было по нашим уникальным сооружением нам открылась открылась центральная библиотека я уже не помню что тут конкретно за что дается но не получилось не знаю просто как сделать средний гаража уровень здоровья горожан ниже 20 процентов пытался все больницы нахрен позакрывал и уровень здоровья горожан упал до 54 и ниже не падает и делайте хочешь хрена узнает мне кажется с таким населением нет там тоже было что-то около 70 тысяч это как-то сделать проблематично надо прикинь 50 процентов 20 процентов уровень здоровья типа все болеют 80 процентов болеет но это просто город город развалится нахрен надо мне кажется вот это вот закладывать где-то в начале когда у тебя еще маленький городок так можно поразвлекаться попрактиковаться но это тоже опасно вот символ страсти к шоппингу это минус 1 доллар соответственно не проблема когда там игрались с налогами там есть дальше было здание какое-то по моему вот это вот это умеренность шенебельный вот какой-то из этих зданий короче нужно было сделать все налоги ниже четырех процентов и соответственно продержать это 20 недель по моему что ли соответственно когда но я сделал сразу все налоги один процент поэтому деньги падали там по минус 150 тысяч в неделю или в месяц или в какой-то период времени не суть вот и до падали до нуля до минус 1 до минус больше чем одного но потом налоги поднял все это вернулось нормально абсолютно без проблем шнебельный торговый центр не помню за что далее вот проблема построена участка в деловых зон у нас они толком не используются вообще не понял как они как они и что они но деловой зоны есть вот они вот здесь вот здесь тут немножко их только сейчас стал строить и как бы не знаю не очень понятно для чего они нужны хотя вроде как дальше станет понятно я немножечко почитал товарищ писал что у него было 750 с чем-то тысяч человек и он как раз расписал что и где и как мы такого к такому так сказать показателю стремиться не будем потому что нам это смысла не имеет да и времени очень много отнимает вот но будем заканчивать с тем что есть парк в деловом районе построена участков коммерческих зон 20000 тут надо просто город расширять и строить и кстати да тот товарищ у которого 860 тысяч населения было у него были моды во первых нам просто банально карты не позволит потому что вот что у нас есть и все и больше нам ничего не сделать мы как говно от нас просто в океан течет с этим тоже сейчас разберемся извините а вот получается с этим больше нихрена не можем сделать больше никакой участок купить не можем и это тоже несколько ограничивает так сказать рост непонятно возможно игрой это и не заложено центральная библиотека понятно оперный театр тоже это при каком-то при каких-то условиях открылась вот оперный театр тут надо было создать так сказать добычу ресурсов более трех тысяч то есть у нас здесь есть на карте полезные ископаемые об этом я тоже узнал не сразу черная нефть соответственно желтые то плодородные земли зеленый лес вот здесь вот моего немножечко добываем и руда но руда гена вот она вот она руда вот на этом кусочке у нас есть при этом нефть и руда не возобновляемые природные ресурсы а вот заливные луга я так понимаю плодородные земли и лес можно возобновлять как добывать полезные ископаемые в нашей а в нашей в нашей в нашей вот этой вот игре давай посмотрим здесь нефть уже высосали то есть было пятно вот здесь полная я не знал на самом деле не смотрел что ты мы как было пятно полное сейчас уже вон как его высосали при этом они загрязняют так нехило но значит что мы делаем берем строим соответственно стройку размечаем туда зону промышленную дальше выделяем зону здесь есть два инструмента окрасить район и удалить район соответственно берем вот так вот просто окрашиваем какую-то область нам интересную и дальше уже назначаем на нее тип промышленности которые у нас здесь будет например вот нефтяная раз пожалуйста все предприятия которые там есть они все исчезают уничтожаются и опа тираем обратно и строится на их месте предприятие именно той отрасли промышленности которую мы назначили то есть здесь у нас нефть добывается здесь у нас лесная промышленность вон она елочка здесь у нас сельское хозяйство он тракторешка нарисован вот ради интереса попробовал построил такие зоны не знаю особо смысла с них сейчас уже мне нет хотя где-то вначале возможно но и поможет вот это что касается оперного театра по моему для него нужно было 3000 единиц ресурсов добывать за раз здесь у нас что здесь у нас построить здание городских служб 300 195 мы построили но я так понимаю это просто поликлиники давай может быть попробуем действительно сотни еще построить так чисто ради интереса где-нибудь вот например вот здесь вот почему бы и нет сколько там надо было 5 мы построили давай посмотрим заметил ли он это 200 до заметил значит сейчас мы просто натыкаем серого гору поликлиник откроем 100 конечно мы употеем здесь ставить но в принципе деньги есть можем себе знаете ли позволить раз у нас медицина скакнет просто до 1000 процентов главной дороге этот райончике оставил для для назначения суда производственные вот эту вот зону как назвать промышленной зоны потому что у нас только промышленность запрашивает так сказать территорию об сколько там уже что-то проскакивает иногда сколько нам 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 246 твою мать еще 50 еще 50 как дохрена но что делать продолжаем поменьше мы конечно что эти больнички они все-таки место занимают как ни крути давай двигайся талин 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 исключительно для выполнения так сказать требований вес на электричество к ним приедет просто их все здесь утыкаем блин проскочал проскочил можно было там еще одно наверно вот это у нас здесь больничный городок конечно вот это у нас тут да но пока там электричество нет может быть она и деньги тратить не будет а может быть может быть короче не так болезненно их будет удалять учетом как раз того что электричество ты не давай двигайся чуть подальше чуть подальше чуть подальше по сколько там уже 82 82 значит осталось сколько хрен знает сколько 83 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 должно быть сейчас у нас 300 вот отлично отлично 300 зданий прекрасно 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 и бум ой блядь это каждая надо вот так вот через до сносить это конечно неудобно ладно хрен с ними пока у них электричество там воды нету давай ему знаешь что сделаем а подожди она осталась же да вот эти вот здания открылись один раз и остаются поэтому можно особо не париться только вот эти вот надо наверно грохнуть или не надо грохать у нас там все сразу здоровее стали невероятно 85 прикол прикол надо ладно но да ладно да да конечно потеешь а можно на интерфейт да на интерфейт можно хотя бы без электричества оставим потому что зачем их столько здесь сейчас пока мне это причем у них электричество как-то там сама по себе появляется непонятным образом наверное вот отсюда заходит вот так приходится развлекаться в игре но что делать вам очень лично удалить не хотелось бы прям жиды ветки что ли они запекались откуда в электричество то взяли перики где-то из города слэп сами подключились и перед даже скорая смогли поехал но потому что осталось мне так уж много ладно давай добьем давай добьем раз уж начали так нам еще знать что надо было тут у нас есть еще один прикол давайте читаем сейчас быстренько научная библиотека 300 горожан записанных в библиотеку вообще непонятно как на это влиять библиотек там надо было для какого-то здания построить штук 5 или 6 но это я хрен знает как и вот здесь смотри построить здание городских служб 30 штук каких городских служб я нихрена не понял мы построили только что 100 зданий городских служб и нихрена у нас что-то это все не выполнилось в общем непонятно мне и не ясно какие там городские службы имелись в виду но видимо не те которые мы строили давай по моему сносить быстрее чем строить несмотря на то что тут надо даже две кнопочки все да все со свалка что у нас со свалкой 93 давай сразу свалку очищай дальше 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 сейчас смотри что хочу сделать вот здесь у нас все засрано очень невероятно некрасиво не культурно а вот здесь вот не засрано потому что здесь у нас стоит водоочистная станция давай по настроим кучу этих водоочистных станций сколько нас стоит 28 ждет 15 нет подожди стоит 15 живет 640 а это дешевле гораздо 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 надо ладно них смотри сейчас просто вот здесь в большую кучу понаставим сколько их там надо и не знаю чтобы они все вот здесь вот в большой своей куче стояли и воду отводили потому что очень некрасиво плюс к этому у нас в какой-то момент нам перестала хватать давай поближе какой-то момент нам перестала хватать водоотведения и пришлось строить еще вот эти вот сбрасывающие как их назвать не знаю станции трубы сточные трубы и уже с другой стороны от порта то есть получается люди туристы приезжают на корабле в порт так сказать пассажирский терминал а там с одной стороны сливается вода и с другой стороны сливается вода отлично так ну-ка давай смотреть канализации у нас дохрена водопровода кстати не так дохрена ну да ладно и поехали теперь смотрим внимательно на канализацию для этого мы откроем специальную табличку информационную с канализацией так 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 здесь кстати воду тоже сразу снесем потому что на кой хрен здесь нужно прекрасно прекрасно это водоочистное можно так-то оставить она нам не портит так сказать воду не загрязняет по молода кстати синее становится голубей или нет лет мне кажется даже не знаю так выбираем так выбираем и тебя давай тоже уберем ну что здесь у меня на самом-то деле другие планы другие планчики у меня имеются на это вот местечко значит вы ладно оставайтесь а вот здесь еще смотри 2 вот уже поменьше стало уже прям полез наш показатель вниз вот эти два я построил но запас все равно имеется значит нам всего хватает и прекрасно смотрим как это грязное пятно будет уходить и смотрим как здесь не будет появляться такого же грязного пятна вроде как не видно значит воду она чистит водой все нормально хорошо прекрасно у нас даже жил площади требуется в кои-то веке ни хрена не видно туман что ли туман туманище так дальше что я хотел еще сделать знаешь что я хотел еще сделать пожар 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 я хотел здесь построить порт вот тут не видно сейчас ни хрена но тут в общем то ничего нету ничего нету а за мы здесь мы смотри что делаем мы берем даже не строим а вот этот порт раз и переносим его вот прямо вот сюда вот прямо вот сюда вот так вот раз класс дальше мы берем фоссе только вот отсюда значит здесь надо отсюда одной полосы дома нам хватит нам особо-то смысла в этом нету прямой пожалуйста строят как-то вот сюда вот поймать не в ту сторону не в ту сторону вот этого шоссе у него очень важное направление куда-то начинаешь строить потому что потому что если строить будешь не оттуда и не туда то она и построится абсолютно не так вот здесь надо с этой стороны строить это у нас автострада то здесь действует соответственно все правила дорожного движения по автостраде папа так и она у нас приходит прямо развязка то есть примут сюда и по идее соответственно машины будут во первых вот здесь вот стоять в пробке не создавать пробку не вставать вот на этом перекрестке это во первых во вторых не мучиться не создавать проблемы так сказать для второго порта здесь что у нас здесь давай дорожку маленькую построим вот такую вот она просто была чтобы она просто была чтобы машины просто дальше ездили и порт включаем в эксплуатацию тебе там что нибудь надо электричество есть вода порту нужно порту по моему нужна вода мы ее тащили вот она вот она у тебя вода есть давай не прикидывайся я знаю что это все нормально нормально эксплуатации соответственно сюда потихоньку поедут фуры они абсолютно никак не сообщаются вот с этой территории а вот здесь у них прям кривовато конечно бы по закруглее было сделать но вот такие тут инструменты вообще не очень не очень логично не по моим дороге планирует надо ладно вот порт работает сейчас сюда будут ходить пароходы теплоходы и самое что главное и приятное вот здесь вот автострада полностью полностью автострада и никто не будет никому мешать и будут проезжать и не очень быстро и решительно 89 тысяч населения у нас здесь по-прежнему вода засрана наверно нужно время больше чтобы ее так сказать разосрать как следует здесь порту у нас что здесь порту у нас все прекрасно все ходят все ездят но это далековато это вот здесь вот еще поблизь поближе на тут-то прям смотри будет совсем близко разве что здесь вот им не развернуться им надо будет куда заезжать вот сюда вот так вот разворачиваться чтобы в эту промышленную зону заехать либо вот здесь пробочки стоять но в любом случае это будет заезд с другой стороны то есть он разгрузит нашу автостраду некоторым образом каким уж посмотрим вот такая у меня была задумка получается первая и вторая уже выполнились здесь все еще по-прежнему засрана но посмотрим потихоньку глядишь почистится но и здесь ничего не засирает а нет блять засирается ты скотина а ты скотина специально же поставил одну думаю будет или нет будет или нет будет или нет не было теперь вот нам а теперь вот на тебе пожалуйста ну ладно будем здесь засирать куда деваться видно прям да 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 прям потекло прям потекло говно по речке ну ладно а куда я сбрасывать это буду все равно надо куда-то сбрасывать через еще была идея знаешь выкопать прям яму и поставить туда сверну и смотреть она будет переполняться или нет или будет уходить куда-нибудь кладбище очищаем так так те кто у нас до этого очищался вы что вот это свободно можно включать это свободно можно включать опять же в интернетах вычитал что есть моду на автоматическую чистку кладбищ свалок и вот это вот всего чтобы не париться вот так вот не заходить не тыкать не жмакать потому что ничего интересного но но время тратит и даже не столько время тратит сколько надо вспомнить что там да у меня там готова до сюда да что еще так промышленная зона давай назначаем отсюда вот здесь я в принципе планировал ее сжахнуть с этой стороны еще возьмем и вот столько пока что сделаем пусть растет пусть развивается дальше коммерция нам нужно видимо немножко да немножко коммерции пожалуйста вот сюда вот пихнем а здесь уже можно и жилое размещать вот здесь у нас тоже жилые кварталы где-то должны быть в перемешку с коммерцией и прекрасного ребята будете жить у железки потому что убиваться вам некуда а что делать а что делать железка то тоже должна же где-то идти как тоже ее надо же как-то же хотя вот эти вот не очень хорошо это надо перекрасить это надо убрать вот это убери пожалуйста здесь пусть будет коммерция она не так восприимчиво не так восприимчиво к железным дорогам и к шуму которые они производят здесь ни хрена не строится хотя размечено так у нас сейчас задача какая давай строить то что мы можем построить а мы можем построить поехали здесь все здесь все здесь не все символ страсти к шоппингу у нас он что дает он дает шум немножко развлекательная ценность хорошо хорошо здесь вот у нас будет страсть к шоппингу не знаю почему но вот так вот прям на углу у нас будут шопоголики собираться и смотреть как классно они живут дальше развлекательная ценность шум опять т.ц. умеренность торговый центр все как мы любим пусть будет вот здесь вот абсолютно плевать куда мы их ставим чего это просто кого-то нет это просто у кого-то нет электричество вот в этих что ли эти вообще не строится а у кого электричество то нет алло будьте любезны скажите мне пожалуйста что ты мне лепишь все у меня хорошо с электричеством у меня там мегаватт просто охренели арт он не тут что-то рассказывает кстати да смотри чё делаем пуск ракеты поехали у вас ух класс давай взлетай и поехали заводи дать кстати на на скорость перебавить вы стороны нет пусть она медленно выезжает ох пошла класс самолет рядом летит вы придурки там вообще смотрели нет море ли там вообще нет не знаю зачем выпускаем ракету но можем дать и пускаем дождите не запускайте ракету я не знал не успеваю сделать селфи правильно 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 строительство раски ракеты название ракеты bluebird heavy 2 строительство подготовка ну короче она там сама себе что-то делает ну и пусть что-то делает это что за значок что это значок означает типа что-то что-то привести недостаточно сырья какого какого сырья подожди сейчас те завезут все вон порт есть железка есть все есть сюда кстати смотри поток пошел смотри какой поток сюда прет интересно вот тот первый порт занят или нет давай посмотрим да смотри по-прежнему ездят и собственно корабли сюда ходят значит все прекрасно но они какие-то полупустые раньше их прям грузили бывало какие-то времена она прям грузится в какие-то прям не грузится все смотрю ухо нет да что сюда вы поехали или куда прямо куда-то ладно пусть разбираются пусть разруливают дальше что мы еще хотим построить это что такое фешенебельный торговый центр здесь расположены самые дорогие магазины для очень важных людей необходим для постройки андронного коллайдера хорошо фешенебельный магазин мы поставим в таком низкоэтажном малоэтажном районе так сказать чтобы во-первых там поднять стоимость земли во-вторых потому что там живут наши все богачи только что-то у нас не получается здесь его разместить потому что он скотина много места занимает а он шумный на 30 до 30 шума не влезает не влезает в наши обычные размерные размеры отсюда влезет а сюда конечно влезет чтобы ему не влезет я не понял вот так ну давай пусть стоит да что с тобой тоже только что вставал какого хрена тебе еще не нравится вот так дальше эти все обрадовались богачи дальше городской парк не лезет дальше центральная библиотека 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 шум 10 откуда шум в библиотеке там же должно быть тихо всегда нет паска это странно библиотеку реки не поставить где ее поставить это прям проблемы смотри ты посмотри какие проблемы с размещением всего вот этого здесь можете так вот здесь у нас жилые районы будут да да но туда не влезет что ты будешь делать здесь да ну как вы сюда ехать будете это уже ваши проблемы оперный театр рядом с библиотекой пусть будет естественно естественно опера и библиотека разве это разве это раздельные вещи о зл офис вежливых услуг офис 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 но тут немного места занимает о чем там шум 25 разве как хоть 19 но здесь вот бахнем с влезь уже куда-нибудь скотина почему-то такой толстый так много места занимаешь это же ужас это же просто же ужас жила здесь вот может встанешь нет а если дорогу убрать ночью опять вот туда же ставить но он тоже как-то это уже как-то давай знаешь что сделаем но здесь у дороги немножко уберем прям чуть-чуть вот так раз два и попробуем получится ими влезай я тебя прошу влезай помещайся нихрена не помещаются скотина а место уже заняты нужно размещать вдоль дороги склон слишком крутой и зачем я дорогу ломан скажи мне пожалуйста зачем я здесь брал и ломал в другу она шла вот так и вот так и сегодня было хорошо нет надо нет надо вдруг здесь построим да что она опять же она куда куда еще его поставлю больше никуда можно конечно запариться там чинить и нибудь он у камня пусть стоит твой у камня и у нефтяников нет здесь можно запариться прямо под него место вырыть так сказать дороги по убирать все поломать для кстати что такое это аквариум аквариум любимое место отдыха детворы необходим для постройки ангронного коллайнера детвора отдыхаете у нас вот прям вот здесь вот берите отдыхаете тут никому не мешаете тут все хорошо и здесь и парковка и добраться можно удобно все здание городских служб каких мать твою городских служб то за бред что им надо не знаю космический лифт у нас доступен стал и андронный коллайдер давай займемся этим андронный коллайдер этот научный центр который проводит различные исследования также разрабатывает образовательные программы для всех горожан так что с постройкой калан коллайдера все прочие учебные заведения станут не нужны шумит скотина скотина шумит мы его можем поставить где-то подальше вот от всех на свете или не будем ставить его подальше от всех на свете давай здесь вот пусть в горах стоит будет горный андроидный коллайдер не хочет вставать ты посмотри на размещать вдоль дороги а это что не дорога слон склон слишком крутой интересно туда товарищи студентики то будут ездить или нет или не будут или будут или будут или не будут скотина куда тебя поставить может в аэропорту здесь можно здесь вот можно пожалуйста здесь тоже нужно смотреть зелененький раз все встал что тебе надо андрона и наш коллайдер тут вообще нормальное местечко отключить бонус университета нормальное местечко в силу того что здесь смотри термоядерная электростанция андронный коллайдер и космодром мать твою охренеть главное что прокета не упала на андронный коллайдер и тогда все будет нормально я считаю электричество есть у тебя есть ты сколько жрешь не вижу не знаю значит ничего не ждет ну и ладно ну и ладно но и хорошо все вода есть все есть кстати скорость то надо увеличить что не такая медленная смотри как медленно пропускать сейчас скорость увеличим и все будет быстрее стоит еще у нас остался космический лифт тоже вещь прикольно и по и по типа 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 вот да значит что мы делаем берем наш андронный наш коллайдер переносим его куда угодно значит вот здесь вот строим строим продолжаем нашу дорогу так вот три значит сюда уже непосредственно можно мне убрать вот этот режим вот это вот берем переносим ставим отсюда вот сюда же доводим воду снабжения потому что все равно надо будет даже проводим электроэнергию на сама провелась и здесь уже строим непосредственно наш космический лифт и будем смотреть что будет так красно прекрасно писали что с постройка вот это вот самого андронного коллайдера в городе перестанут быть нужны университеты школы и все остальное правильно я понимаю не знаю выпускников 97 с высшим образованием тратата высшая школа университет место смотри использование публичной библиотеки 500 посетителей публичной библиотеки в жопе доступно мест миллион миллион мест в университете нам доступно правильно правильно просто прекрасно университет мы его сейчас на хрен несём 2 400 недель но снесем езжайте так сказать в этот ваш андронный коллайдер а здесь поставьте место для чего-то еще начальная школа тоже не нужно высшая школа не нужно андронный коллайдер тоже не нужен миллион мест миллион мать твою место это все можно просто так у джах хорошо 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 давай все просто берем сносим я надеюсь они там как-то будут сами по себе учиться так сказать из дома на удаленном образовании потому что если они будут к нему ездить это будет очень грустно с одной стороны с другой все равно давно пора уже сделать ветку метро так сказать одну на всех чтобы она по кругу всех катала возила и у всех все было хорошо библиотека высшая школа это другое на высшую школу это другое пожалуйста пожалуйста типа раз у вас в городе андронный коллайдер то вы все и так охренительно хотите учиться там все делать и все остальное дальше опять же в статейке вот этого товарища у которого охренели арт был народу здесь он писал что помимо того что не нужны будут взойдет все университеты и все прочее прочие учебные заведения еще и промышленность потеряет смысл потому что все захотят работать в офисах все захотят работать в деловых районах это тоже интересная тема 5 у нас народу плюс 600 денег плюс 47 прекрасно 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 шикарно замечать но тут полезная вещь полезная вещь этот ваш андронный коллабрат так это вот сюда это вот вот здесь как их много то посмотрите как их много но на и понятно образование дело такое должно быть в избытке и просто 55 косарей сразу на горит на все все мои учебные заведения искоренили до высшая школа университет библиотека библиотека ладно с ничего сделаешь ничего не сделаешь все прекрасно прекрасно замечательно хорошо отлично смотри как светится класс башня высокая стоимость так что ищем пассажиры прут 99 из 100 смотря кстати эти раньше были на 200 или на 100 забавно круизный лайнер и помимо народ прет 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 здесь потихоньку помаленьку вроде как уходит загрязнение значит она там наверно приходит смотри все равно пробка про о просто охренеть какая пробка ты посмотри на нее вот это вот как это это просто жуть жуть какая значит тот вообще порт интересно стоит без дела или чё или не здесь долго выгружают или что здесь происходит я не понимаю я не понимаю 35 24 34 100 просто новых везет туристов или кого он там везет и здесь ездит машина конечно гораздо меньше но хотя нет вон едут вон едут и вон едут но и пусть вон едут прекрасно что с этими здесь тоже все хорошо хотя немного народу не так уж и много здесь много нам вижу 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 была пробка поездов да бывает такие приколы служено пассажиров на прошлой неделе кстати поперли пассажиры а чё не поперли то а вы чё поперли то так 95 тысяч 566 у нас в минуту добавляется человеков здесь что у нас с вами с метрополитеном метро вот она есть какое-то а ну по идее и как сделать вообще по кругу то пустить такой стороны это геморрой не охота это не охота это хрен с ним ладно у нас почему-то очень много промышленности теперь требуется вы построились тут раз требуетесь вот здесь вот чё я же отметил и чё вы не строитесь интересно мне узнать интересно мне узнать вот этих построим вроде как теперь они должны превалировать у нас в городе в связи с большим анальным коллабратом вот здесь что сейчас еще на тыкаем хотя вот по этим делом зона вообще не понятно большая потребность промышленных и деловых зонах и промышленных и деловых и где она потребность и где она потребность там Вон промышленная зона выделена, вот деловая Ни хрена не строится ничего нигде Какого хрена? О, поперло Поперло, поперло, целое одно здание построили Или что, туда никто не хотел? Так, здесь еще Мусор вывозится Ну давай Ну давай, 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 давай 64 косаря прям очень до хрена Ландронный коллайдер вещь прикольная прям, да, тема Поперло у нас торговля Поперло у нас туризм Сколько? 154, нормально Здесь уже, не понял Почему здесь грузовики? Нефтевоз Ну это типа вот от этих производств Локальные ребята что ли? А вы что, там не могли съехать? А, вон они здесь разворачиваются Здесь поворачиваются, ну ладно Ну ладно, нефтевозом значит будет Немножко грустнее из-за того, что Пассажиры, так сказать, прут О, что делать, прут и прут И прут, и прут Ты посмотри, какая охренительная пробка Причем если сделать два ряда То смысла от этого больше не будет Разве что они будут вот здесь вот ближе стоять Потом в одну кучу собираться Но в принципе, ладно В принципе, меня как бы устраивает Вот когда пробка будет вот досюда И занимать все три ряда Тогда да, тогда это будет проблемой Кстати, свалка Свалка, свалка, свалка Надо почистить Здесь у нас что? Здесь у нас люди живут У этих электричества нет Почему? А почему? А почему? Нет электричества у вас? А что такое? А что такое? Раз Ну и все Ну и все, и для начала хватит Давайте там оживайте Электризуйтесь Электризируйтесь Электрифицируйтесь И проводите прочие Свои приколы с электричеством Какие вы там Хотели проводить Здесь у нас под жилые зоны Здесь у нас под коммерцию Можно что-то разметить А здесь немножечко будет под Производство Деловые зоны Где вы? Я вас не вижу Это деловая зона? Да, вот она, смотри-ка Ну, много места-то размечено Места-то размечено Прям много Тихо-тихо-тихо-тихо Не та кнопка Сколько? Да подожди, не крутись В самолете 140 А, в самолете может 200 человек было Может быть Может быть Может быть Самолеты шлендуют Так себе средне 500 человек Скоро будет 100 тысяч Денег 53 Нормально Нормально Поезда ездят Эти строятся Все хорошо Все прекрасно Все Замечательно Охренеть Смотри, какая пробка В порт Бешеная Просто они готовы стоять Вместо того, чтобы ехать вот в этот порт Здесь вообще никого нету Смотри, одна машинка едет Ты куда? Ты что? Ты зачем сюда едешь-то? Корабль, ты насколько загружен? Непонятно Непонятно Он еще Не отделился В отдельную единицу Или может он просто так Нет, смотри 12% 12% Это маловато Это, так сказать Не очень рентабельно Это не особо Имеет смысл Ну да ладно Ну да ладно Ходят и ходят Здесь что? У нас говно идет Да, смотри Говно идет И все засеряет Опа А это очередь кораблей Вот туда, да? Серьезно? Да 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 Пробочка, так сказать Пробочка, так сказать Организуется Из кораблей Ладно Ммм Вот это вот, конечно, неприятно Это вот, конечно, надо бы Как бы разделить бы Может быть, знаешь что? Непонятно как, да? Да, непонятно как Все равно ли кота одна Отсюда говно все еще не выходит Вот здесь наговнило, конечно Да Вот это здесь наговнило Пробка все больше И больше И больше Что же вы едете в один-то порт Езжайте во второй Езжайте на ЖД Езжайте еще куда-нибудь Интересно, если два порта рядом поставить Места, жаль Не хватит Здесь бы еще один порт поставить И вот тут одну автостраду Так, брым-брым Туда-сюда поставить Рядом с ним вторую Брым-брым У нас развязки нет Смотри-ка очередь Смотри, какая очередь прям стоит Это вот эти вот обратно выезжают Сюда встают И погнали И поперли Хорошо им Пробках-то стоять Здесь по-прежнему Не строятся наши деловые зоны Не понимаю, почему Эти работают и работают и работают себе Эти себе работают и работают Смотри, какой пробняк Просто жуть Просто жуть Все стоит, как прекрасно Как прекрасно все стоит И что с этим главное делать Не очень понятно Не очень ясно Дымок Труба дымит Производство производит Можно мне фокус-то вот на этих Вот на этих ребят Ладно Стоите себе И стойте Что я сделаю С пробками вообще Непонятно, что решать Я, собственно, уже Забросил Эту идею Что-то с ними решать Ну, ну, а как Вот смотри Все едут в порт С одной стороны С другой стороны Можно Ну-ка, ты сколько везешь? 72 88 Этот 100 прям сюда прет Импорт большой, что ли Кто у нас с нефтью? Эти работают Вы работаете на импорте Или нет? Или как? Нефтеоза Доставка Перевозит Нефтепродукты Вот смотри Нефтеоз идет Стой Ты куда едешь? Загрузка 16% Да что, он Не там нефть И тут нефть По идее-то Куда ты поехал? Туда куда ты поехал? Вон еще нефтеоз Вот, смотри 17% Приехал Слил И что? И что? И что? И что? Я равно заработал Типа, да? Наверно Наверно Непонятно Я так понимаю На самом деле Вот здесь-то нефть закончилась Вы нефтевоза Сюда стоите, нет? Кстати, не видно Бочек не видно Тут все Вот эти вот какие-то Ребята А, постой Ну-ка, ну-ка, ну-ка Есть Нефтевоз Пустой идет Значит, они нефть Импортируют Значит, они нефть импортируют И какой от этого смысл? Импортируйте себе Что-нибудь другое Я имею в виду Производство там Нефтяное Разве что по старой памяти А здесь кто? А вы кто? Оп Нефтевозики Пошли Рудовозы Нефтевозы Рудовозы Нефтевозы Объект Ну, типа, вот заехал Ты трактор И что дальше? Один выезжает Исчез Да, трактор Загрузка Забавно Забавно Получается, они И импортируют И то, и все И пятый, и двадцатый И вообще все импортируют Хоть это не очень логично Ну, ладно Ну, импортируйте Так, импортируйте себе Этот привез сюда На О, сто тысяч Сто тысяч населения Сто процентов Привез нам корабль Пассажиров Сколько там? 53 Но уже поменьше Уже поменьше Было побольше Сейчас Но поменьше Вот здесь Ты что у нас? Здесь же поля Прям поля Прям поля 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 По полям По полям Траля Полям Полям Ну-ка, стой Это убери Вот это мне покажи Ну, тут вот, да Немножко желтенького Немножко желтенького Как бы Производи Не хочу Надо их побольше поставить Потому что они, во-первых, ничего не засирают Во-вторых, все-таки культурные Милые Хорошие Как раз и требуются Вот эти вот Производственные зоны Правильно я понимаю? Угу Похоже на то Похоже на то Можно сделать здесь по соседству С одной стороны А можно не делать с другой стороны Непонятно Вообще уже не сильно хочется Не сильно хочется Да и в принципе-то мы все посмотрели У нас осталось что? У нас осталось два Проект Эдем Для него нужен парк в деловом районе И Лепрозорий Медицинский центр Ну, медицинский центр Для него нужен Лепрозорий Вообще можно посмотреть Вот здесь В этом же меню Тут есть достижения у нас Уникальные сооружения Вот 800 Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам 8500 получается На 8500 все у нас уникальные сооружения открываются. Вот мегаполис у нас, мегалополис. И вот они, монументы. На Проект Эдем нам нужен еще парк в деловом районе, собор равенства и братства и городской парк. Проект Эдем — это огромная теплица, в которой можно выращивать целые сады экзотических фруктов и овощей. Очищая почву, воздух и воду, она значительно увеличивает ценность городской земли. Понятно. И медицинский центр. Для него нам нужна управление-подавление и лепрозорий. Вот с этим проблема, ребятушки, с этим проблема. Это большая-большая проблема. Давай так закроем, чтобы она не болталась. В силу того, что... В силу того, что там надо прям проблематичные... Проблематичные условия выполнять, чтобы открыть. Вот смотри, вот. Собор равенства и братства. Построить здание городских служб стало 24. Каких, мать твоих городских служб? Ну это ладно, это можно погуглить, если бы одно было. 300 горожан записанных в библиотеку. 300 горожан записанных в библиотеку. Как им сказать, чтобы они записались в библиотеку? Опа! Прикол. Управление-подавление. Значит, безработица у нас больше 50%. Построено участков коммерческих зон. 16-600. Ну? Ну ладно. Это давай, не знаю, вот здесь построим, потому что почему нет. Идем дальше. Что вы тут подавляете? Ну что-нибудь, может, и подавляет. Так. Парк, делом, вот коммерческие зоны. Деловые зоны 10 тысяч. Каким? Каким макаром? Это ж надо не просто разметить, надо прям построить. Ну это же бред. Средний уровень здоровья граждан. У меня 74, надо 20. Ну это же все помогут. Это же прям невозможно. Пробка-то становится все больше и больше. Прямо в порт. Прямо они хотят все. И очень сильно хотят. Ммм. Угу. 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 Если поставить рядом второй порт на этой же дороге, то никогда не выйдет. Потому что они все равно будут ждать очереди стоять. Одни заезжают, вторые отъезжают. Можно поставить рядом типа еще один порт, но от него проводить типа вот еще одну дорогу. Вот так же вот как-то вот так вот. Но здесь опять куда ее прикручивать? Тоже непонятно. Тоже непонятно. С другой стороны, если эту магистраль типа на две разделить дороги. Вот эту на две, и эту на две. Типа двумя отдельными, так сказать, соплями закинуть вот сюда, но тоже этот здесь не встанет. Здесь надо что-то отодвигать. Вот эту дорогу ломать. Типа нефтяное производство. Хотя он нефтяной, это это херня. Все, его можно построить. Но непонятно. Непонятно. 102 тысячи 900 человек у нас. Прекрасно. Прекрасно, замечательно и хорошо. Здесь, кстати, тоже можно доразмечать немножко то, что освободилось. Например, вот так. Мы же здесь. Получаются школы и... Школы, короче, начальные, университеты. Вот эту всю хрень убрали. Место освободилось. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, берем и строим. Размечаем. Почему бы и нет. Здесь, смотри, вон домишки. Домишки можно понастроить. А тут, ребята, вот у вас классно. Вот тут у реки. Все, кайф. Здесь, правда, крематорий, но... Но в целом тоже неплохо. Угу. Здесь разметочка прямо у железки. Опа. Так, здесь что можно? Коммерцией напихотеть. Что-таки недовольные? Периодически вот что-то происходит такое, что они все становятся очень недовольны. И хрен его знает почему. Вот здесь бы нам, конечно, эти пробки-то особо не нужны. Но да ладно. Я думаю, ничего страшного не случится. Правильно я думаю? Правильно, правильно. Деловые районы, кстати, можно здесь все напихать. Деловые районы, я так понимаю, они особо окружающую среду-то не засирают. Ничего такого не делают. Ну и пусть себе стоят. Ну и пусть себе стоят. Опа, 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 опа. Опа, 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 опа. А здесь почему у нас так чисто, интересно? Здесь на самом деле можно вообще все эти дороги поломать толком. Потому что с них какой толк? Никакого. Оп, оп, оп. Вот эти вот все дороги толком поломать, построить какую-то нормальную, более-менее адекватную. Хотя тоннель тут такой немножко проблематичный, но в целом нам смысла нет. Тоннель, например, вот сюда выводить. Можно его прямо построить уже сейчас. Эту дорогу тоже как-то более-менее спрямить, я не знаю, или сделать какой-то культурный объезд, или что-то еще. С одной стороны. А с другой стороны нахрен нужно. У нас и так уже 104 тысячи человек. У нас 6 миллионов, кстати, мало. Мало было 9. Но плюс 70 тысячи сейчас это очень быстро поднимется, и все будет очень хорошо, или хотя бы очень нормально. Так, проекты демо. Парк в деловом районе и Ле Прозори. Надеюсь, у нас появилось откуда-то... Откуда-то, откуда-то это хрень, как ее там, управление, подавление, но и плевать. Деловые зоны много. Коммерческие зоны. Вот это вот выполнимо. Это просто нужно время. И так сказать, развитие. Это вообще непонятно, как делать. Это тоже непонятно, как делать. Так и живем. Вот так и живем. Давай здесь тоже вот этих вот деловых зон поднапихнем немножечко. Не деловых, а производственных. А рядом и деловые, почему нет? Вот рядом с помайкой деловая зона будет. Как вы с этим будете жить? Интересно мне узнать. Ну что, что там, ребята деловые, вы давайте там вместе как бы и дела делаете, и все вместе все делаете. Так, ой. Ой, жмакнул. Ну ладно, раз уж макнул, да пусть жмакнул. Здесь тогда пусть будет коммерция. Здесь же можно вперемешку еще и народ жахнуть. Пусть себе живут. Пусть себе живут, так сказать, ни в чем себе не отказывают. Дорога вот она, пробка вот она, все хорошо. Все хорошо, все прекрасно, все как и должно быть. Ты давай очищайся, тебя бы куда-нибудь вынести, конечно. Ну да ладно. И вот можно по сути просто вот это вот вокруг аэродрома, там что-нибудь аэропорт облепить, все вот здесь вот облепить, вот здесь облепить. И потихоньку, помаленьку, пробки все равно дичайшие будут. Никуда от этого не деться, я так понимаю. Может и деться куда-то, но опять же вот этот товарищ, говорит, он ставил мод для того, чтобы снизить трафик, чтобы не было столько пробок. И мне кажется, что либо разработчики как-то очень что-то скрывают, либо просто не предусмотрели, так сказать, такое большое, такие большие города с таким большим количеством жителей. Это хрен его знает. Может и предусмотрели, может типа так и должно быть. Но едут же в целом-то. Смотри, в порт сейчас вообще беда. Вот это вот, когда он приедет? Вот ты когда в порт приедешь? Вообще, наверное, никогда. Надо с этим что-то делать. Скорее всего, придется вот здесь ставить второй порт, ставить какой-то срез, объезд, что-то еще. А вот это разделять на две. Ну и попробуем в порт второй поставить, пока еще времени есть чуть-чуть совсем. Грузовой. Тебе что мешает? Тебе мешает дорога, правильно? Да. Тебе мешает дорога хорошо, но эту дорогу уверен. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Это вообще что такое? Не понял. Пожарное депо. Интересно, какое пожарное депо. Набалагу. Так, а здесь у нас вот так вот как-то вот. Вот так. Вот так. Вот так. Допустим. Допустим, предположим. А ты чего не встаешь-то? Для чего место освобождал? Слишком большая высота. Ну, хотя бы его вот так вот ставить получается, да? да дэдэ 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 нэ дэдэ дэдэ дэнда и дэдэ дэдэ дэнда и дэдэ дэдэ большая высота кровь кр rồi ну значит он происходит общение μέла же меньше делаешь менять это больше не знаю в чем там выравнивает как он там выравнивает на 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 или наоборот надо снизу снизу поднимает хрен узнает ладно давай еще провод вообще непонятно о о мы там выкопали прямо смотрите прям выкопнули как говорится как следует ну допустим как мы дороги то будем делать скажи ко мне дружочек скажи ко мне дружочек дружочек мне скажи нам нужна дорога мы ее значит будем делать подземной тогда уж раз пошла такая пьянка но не настолько уж подземный то конечно день тут здесь вот типа выход поднимать полученцами допустим это выход так а где вход где-то 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 что у нас какой шоссе то у нас все полосные направленные так сказать это мы значит тоже снесем сейчас пусть здесь собирается пучку подойдется здесь вот так раз и допустим вот эту дорогу пусть она будет пока вы можете даже дальше двигаться да да нет не можете не можете а нет значит соответственно вот это вот тихо 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 вот эта кнопка 1 2 3 так так можно поближе конечно сделать вот здесь вот надо как-то парище их завернуть туда чтобы они сильно не охреневали но с другой стороны пока она стоит пока она работает теперь вот эта вот очередь на будет разгружать это будет сейчас неприятненько довольно таки да да но здесь у нас вот раз вот два и вот здесь вот она допустим где-нибудь расходится где-нибудь допустим 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 она здесь значит ты у нас на каком уровне вот сюда вот надо подходить это самое неприятное это самое неприятное так сможешь не сможешь да повыше и пониже как тебе надо вот так попробуем не работает поглубже не работает отсюда не хочет так вот так может быть можно хочет не хочет ду 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 неприятно непонятно глубже нельзя уже ну вот именно вот это вот место не нравится да да мы сейчас попробуем несколько помочь в этом плане здесь вот как то вот вот так ну давай же видел ты там зеленела уже дальше это срезаем снимаем это оставляем это оставляем примерно даже вот так вот вот это тут прилепить опять же с кривыми углами незабавно на дороге заехали с кривыми углами кривые косы но вот так вот хотя бы получается уже хорошо дальше здесь по-прежнему у нас остается проблема где у нас печь дауна так слишком крутой склон глубоко или высоко или как тебе надо допустим допустим сначала вот так вот сделаем просто говорить занят место говорить занятым а-а-а так вот можно вот так вот а куда это запомнил высоко допустим подожди значит и здесь вот тоже будет такая же большая пробка и большая очередь поэтому нам надо вот здесь вот где-то вот допустим здесь мы развилочку сделаем и будете стоять смотреть друг на друга там ваши прекрасные пробки так масса на вон там начну надо вот здесь вот по прямой вот так здесь можно их и сводить почему он слишком крутой мать что-то опять не хочет принципе то все равно где они будут стоять в тоннеле или нет это вот нажми пожалуйста допустим все получилось дорога или нет не знаю я даже и не знаю здесь мы ставим мем-нем-нем-нем пробельчик ставим паузочку сюда подводим нашу прекрасную автостраду можно как-то вот сюда вот что ли раз здесь уже вот так вот два и вот так вот три не хочет почему-то опять не хочешь ты скажи мне дорогая почему так происходит вот так вот ты хочешь дать вам его побольше хорошо все садрить бунькс прикол прикол поехали ребята сразу же на второй порт он у нас работает он у нас все хорошо у него все прекрасно все замечательно здесь тоннели охранительных размеров эти просто так выезжают нет что это те выезжают вот сюда только заезжает в этом разгружаться прям будет связано ну-ка 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 107 тысяч человек у нас вот она волна прошла ох ребята час 05 час 05 ну собственно вот он порт работает вот так вот это все выглядит на этом ребята все я что-то вообще про время забыл вот такой вот ой кривожопий криворукий конечно неровный не некрасивый не элегантный но что делать такой маленький лайфхак у нас получился на этом все спасибо что досмотрели эту серию до конца наверное это будет все таки последняя серия потому что здесь больше нету ни хрена больше нечего смотреть ракету можно запустить нельзя вот есть еще некоторые механики но они уже не знаю мне кажется не наберется их на целую серию пишите что думаете как вам игруха как вам игрухи такого вида все-таки у нас у 7 city 3000 есть достойный наследник это в целом мне кажется они не особо то и отличаются работает работает да not прикольная тема с этими тоннелями тем всем мостами там остыем люблю вроде как меньше чем тоннель вот смотри разгрузила немножко в любом случае раз сюда едут и последний вот этот порт он да вот что-то две машинки едут кстати грузится но зато все без проблем жрет она 1700 дына свой да и насрать вот это у нас получается загрязняет все здесь у нас загрязнение вот она только-только начала уходить и видимо надо как-то раскидывать поменьше просто понемножку потому что стояла когда одна вот этот сливная она не загрязняла там ничего надо вот здесь вот тут вот тут не поставить нигде нигде особо много ты не поставишь сливные сооружения вот так все до встречи в другой игре всем я бьял